Севастопольцам, которые имеют льготы по оплате за квартиру, снизят сумму взносов за капитальный ремонт. Об этом рассказала начальник отдела организации предоставления льгот и субсидий Управления социального обеспечения Галина Денкова. Чтобы воспользоваться льготой, человек должен быть собственником жилья и постоянно там жить. В сентябре месяце в платежных поручениях всем гражданам было выставлено 100% оплаты взносов на капитальный ремонт. В октябре сейчас будет проведена работа по начислению льготным категориям, имеющим право по оплате жилого помещения и являющихся собственниками жилого помещения, доли или части этого жилого помещения, в котором они проживают, льготы по оплате взносов на капитальный ремонт за сентябрь и за октябрь 2016 года. Если в платежках за октябрь льгота не будет учтена, необходимо обратиться в районное управление Департамента труда и социальной защиты или в единый информационный расчетный центр. С собой нужно иметь документы, которые подтверждают право собственности на жилье. Процент, на который снизится оплата за капремонт, будет таким же, как и льгота за квартплату. Он будет распространяться на всю площадь, которая находится в собственности льготника. Исключением станут инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды, а также горожане, имеющие детей-инвалидов. Для них льгота будет предоставляться только на площадь, предусмотренную региональным стандартом. Допустим, инвалид первой группы имеет в собственности 60 квадратных метров и проживает один. Ему будет предоставлена эта льгота всего лишь на 33 квадратных метра. При условии, что эти категории граждан проживают вдвоем, эта норма составляет 21 квадратный метр, соответственно. Если трое и более зарегистрированы, то эта норма составляет 18 квадратных метров. Согласно законодательству, льготы не распространяются на инвалидов третьей группы. По информации Департамента социальной защиты правительства Севастополя, сейчас депутаты законодательного собрания рассматривают закон о льготах на оплату капитального ремонта для дополнительных категорий граждан.